Первая домашняя победа в чемпионате России. Крылья советов Игоря Осенькина, кажется, нашли свою игру. В 13-м туре волжане одержали верх над серебряным призером первенства прошлого сезона. Сочи приехал в Самару в статусе фаворита, но хозяева сразу дали понять сопернику, что этот поединок не будет легкой прогулкой. Уже на 24-й минуте первого тайма Максим Глушенков отдал ювелирную передачу на Александра Чирковича. Серб ворвался в штрафную и уверенно отправил мяч в левый нижний угол ворот Саслана Джанаева. У голкипера Южан не было шансов спасти команду. На этом крылья советов не остановились. Дружина Игоря Осенькина устроила настоящую осаду у штрафной площади гостей. Одна из атак снова принесла результат. Сергей Пеняев отнял мяч у сочинцев на своей половине поля, совершил рывок по флангу и нанес дальний удар в створ. Джанаеву пришлось вынимать мяч из сетки во второй раз. После перерыва наставник Сочи пытался спасти игру. В начале второго тайма Александр Тачилин провел тройную замену, но результата это не принесло. Крылья советов сели в автобус и грамотно оборонялись до финального свистка. Как итог, уверенная победа Волжан со счетом 2-0. После игры главный тренер Сочи отметил, что его команда слабо показала себя в атаке. Не спасли Южаной перестановки в линии нападения. Хотелось бы именно сделать изменения впереди, чтобы все-таки была более агрессивная игра. Но, к сожалению, может быть чуть получше было, чем в первом тайме, но особо это нам результаты не принесло. Благодаря домашней победе над Южанами крылья советов поправили свое положение в чемпионате и поднялись на 10 место в турнирной таблице. Обогнав Нижний Новгород, Урал, Локомотив и Факел. Было много неплохих и выездных матчей, где мы не добрали своих очков. Но вот сейчас мы выиграли, набрали важные очки, выиграли хорошие, хорошо организованные команды. И эти очки нам очень нужны. Капитан и защитник Крыльев Александр Солдатенков заявил, что у команды достаточно сил и мотивации, чтобы навязать серьезную борьбу соперникам в предстоящих матчах. У нас есть ребята, которые тоже могут выйти с Питером, помочь нам. Будем надеяться, что все сложится отлично. В следующем матче крылья советов встретятся с питерским «Зенитом». На выезде эта игра пройдет в рамках четвертого тура группового этапа Кубка России по футболу. Поединок состоится 20 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21.30. Анатолий Головко, Константин Головин. События.